Жюль Верн. Путешествие к центру Земли. Я знал, что мы движемся на большой скорости. Воздушный поток силой бил мне в лицо. Я вдруг почувствовал увеличение скорости. Мы резко падали вниз. Затем последовал удар. Наше падение что-то остановило. На нас тут же обрушился огромный столб воды, как при водяном смерче. На смену шуму пришла тишина. А ведь мы поднимаемся. Что вы имеете в виду? Именно то, что мы поднимаемся. Я вытянул руку и коснулся стены. Мы поднимались. И к тому же быстро. Фонарь. Ганс сумел зажечь его. Как я и думал, мы в узкой шахте около 20 футов шириной. Вода достигла дна тоннеля и сейчас поднимается до своего уровня, унося нас с собой. Куда? Понятия не имею. Впрочем, мы это скоро узнаем. Мы продолжали молча подниматься. Вместе с плотом поднималась температура. Стало так жарко, что с меня ручьями лил пот. Неужели мы движемся к источнику этого тепла? Туда, где камни превращаются в расплавленную лаву. Вулканический гранит. Мы все еще в первобытной эпохе. Но мы поднимаемся. Тем временем температура быстро повышалась. Да. Жарковато. Мы направляемся в тупку. Мы находились в кратере вулкана. Но на этот раз не в мертвом Снефельсе, а внутри живой горы. Я заметил длинные коридоры по обе стороны от нас. Из этих огромных тоннелей полетали клубы пара. Их стены лизали сверкающие языки пламени. Под плотом была уже не вода. Там булькало вулканическое вещество. Температура стала совсем невыносимой. Помню только нескончаемые взрывы, меняющиеся дрожащие стены и верчения в каких-то водоворотах. Казалось, плот выбросило в космос. Глаза ослепил яркий свет. Я понял, что падаю. Я открыл глаза. По ним ударил безжалостный свет. Я заморгал и заплакал, но ничуть не тревожился об этом. Меня переполняла безграничная радость. Свет и тепло исходили от солнца, освещавшего поверхность земли. Мы вернулись. Все ужасы подземного мира остались позади. Рядом со мной расположился Ганс. Его сильная рука сжимала мой пояс. Другой рукой он удерживал дядю. Я почти не поранился. Просто весь был покрыт синяками. Мы лежали на склоне горы. Что все это значит? Где мы? В Исландии, очевидно. Мы определенно не там, мой мальчик. Это не северный вулкан. Посмотри вокруг, Аксель. Внизу лежала покрытая зеленью земля, погружающаяся в голубое море. Ведь юстами футами выше нас вулкан выбрасывал языки пламени в перемешку с пеплом и лавой. По склону медленно тек поток расплавленной лавы. Дядя поднялся. Что это может быть за гора? Здесь довольно-таки жарко. Извержение все еще продолжается. Обидно будет получить удар камнем по голове. Давайте спустимся и выясним, где мы. Через два часа мы оказались в чудесной местности, где в изобилии росли оливы, гранаты и виноград. Когда мы поднимались из прохода, разделявшего ряды олив, вышел мальчик. Не бойся. Мы не причиним тебе зла. Скажи нам, как называется эта гора? Стромболи. Стромболи. Вечером 9 сентября мы прибыли в Гамбург. Возвращение профессора Лиденброка вызвало сенсацию в Гамбурге. Когда дядя поделился своей историей с прессой, он стал великим человеком. А я, соответственно, племянником великого человека. Ганс, перед которым мы были в неоплатном долгу, уехал в Исландию, соскучившись по родной земле. В нашем путешествии оставалась только одна загадка, сводившая дядю с ума. Поведение нашего компаса. Как его можно объяснить? Однажды я классифицировал коллекцию минералов в его кабинете и, заметив в углу небезызвестный компас, взглянул на него. Я закричал от удивления. Профессор тут же примчался в комнату. Что случилось? Компас! Стрелка показывает на юг, а не на север. Плюсап поменены местами. Поменены? Но почему, почему? Объясни, мой мальчик. Во время шторма шаровая молния не только намагнитила все железо на плоту, но и поменяла пулюса компаса. Ага, так вот, значит, как над нами подшутило электричество. Мы стояли и смеялись. Он счастливейший из ученых, решивший свою задачу. И я в восторге от того, что нахожусь на поверхности Земли, живой. Несмотря на все, что мне довелось испытать в мрачном подземном мире.